МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бізнес-сустреча делавых жанчин. Да службы готовы. Офіцеры-вертовальники урочисто отзначили завершение в учобы. Славянское одинство. Бранская в область прямая у дельника у Международного лагера «Дружба-2017». Ну а зараз об этом и іншим больше подробязна. Выники деяности промыслового комплексу Гомеля за 4 месяцы года подвялись сегодня на посаджение Гарвы Конкама. У областных центров зараз працует 94 предприемства. У этой сферы занята большая частка насильництва Гомеля. От выника работы промыслового сектора у многим залежит и формирование бюджету. За 4 месяцы этого года покажчики становчие. Узровень вытворчасти перевышенный больше, чем на 6%. Прибыток пера у зайшоу аналогичный леташний покажчик. Так само повеличился объем экспорту. Протягивается освоение новых рынков, причем не только у соседних краинах, а лею далеким замежже. Номинальная наличная среднемесячная заработная плата у сферы за студень красавику заросла и склала больше за 720 рублёв. Что тычется колькости стратных предприемств, то на сёня их больше за 20. Однако страта, отрыманная ими, у разы меньшая, чем за таки шпиры от минулого года. Становчая тенденция будет подтримливаться и далее. А кроме того, у планах до конца погоды поменьшить колькость стратных предприемств до 19. Мы сегодня рассмотрим резервы, какие есть, проработаем, определимся по дальнейшим нашим действиям. Основное, я уже сказал, это увеличение объемов производства, увеличение объемов реализации, своевременное получение выручки и снижение затрат. При этом мы ставим задачу о том, чтобы снижение затрат было не путем оптимизации или сокращения трудовых ресурсов, а путем других, различных организационных, производственных, работе с сырьем и так далее. Керовництва в области Гомеля завтра откажет на пытание грамадян. У субботу пройдуть промые линии мясцовых органов Улады. У Гомельским Аблывыканкаме звороты будет примать первый наместник старшини Гомельского Аблывыканкам Александр Викторович Миколуцкий. Нумер телефона 75 12 37. У Гарвыканкаме на совесть выйдет наместник старшини Сергей Яугинович Андреев. Телефон 75 63 33. Нагадаем, промые линии працуют с 9 до 12 годин. Протягиваем выпуск. Индивидуальное газовое отяпление охопливает все больше жилых домов по всей Гомельской области. Наши корреспонденты доведались про ближайшие планы децентрализации и побывали у гостях у тех, кто уже оценил якость индивидуальных газовых котлов. Подробязности у наступном сюжете. Вот он агрегат, он сейчас стоит только на горячую воду. Так, преимущество его, то, что я могу в межотопительный сезон в любой момент его уключить. Ну и, соответственно, экономия идет. Сергей Нагарняк с гонором показывает своего помощника. З выгляду маленькая шафа. Насправе котел индивидуального газового обогреву. Да и его в доме было централизованное отяпление. Тому в межсезонье корыстались электронагровальниками, а в вынику оплачивали великие суммы за электричность. Причем, когда отяпление все-таки было, то горячая водозапеспечения отсутничала. За 9 годов, кажется, простасовались, а купили бойлер. Правда, часом, как принять душ, чекали полторы годины, покуль прибор нагрее воду. На сегодня свои полномутства он передал газовому котлу, который не только наполняет дом теплом, а лея заховывая семейный бюджет. Если взять по жировкам сравнить, я где-то на 5 рублей в месяц экономлю только на отоплении. Мало того, на электроэнергии экономлю. Если раньше у меня был электрический бойлер, то сейчас я его отключил, и котел где-то порядка 70 кВт тоже в месяц я экономлю. Проектанты пропоновали свою планировку газовой системы. Правда, для гетага пришлось обменять кухню. На гетага спадары пасти не могли. Проектировщики уличили гетажаданья. Причем, зарабили все за два дни. Да раньше за таким особным прикладом стоит больше масштабная история. Котельня, якая колисьте, забеспечивала теплом. Это и иншая дамы у поселка Уваровича состарела. Как продолжить ее житую и не покинуть людей без тепла, пришлось оботшукать немалую сумму. К тому выращить проблему одважилися иншим способом. Перевели людей на индивидуальное теплозабеспечение. Увы, некую необходность у котельни просто отпала. Здесь у нас стояла котельная, 70-е годы постройки. Мы ее убрали. Почему убрали? Убрали, потому что котельная уже была старая котла. Она была издушна. Ее ремонт и на сече нужно было потратить 13 миллиардов рублей на старые деньги. Мы этот вопрос решили за пять. И пришли сегодня к тому, что сегодня есть. И благо людям. Дорога, что те, кому усталевывали котлы индивидуальных оттеплений, ни за технику, ни за ее установку не платили. Усе выдатки взяло на себе коммунальное предприемство. По таким же принципу техничное обновление иди и в инших районах в области. По Урицкому это довольно крупный объект. Уже разработано технико-экономическое обоснование по децентрализации 50 жилых домов в населенном пункте Урицкая. Работы будут там проводиться. И мы планируем в этом году эти дома перевести. На смену сношенным котельным и тепловым сеткам индивидуальные котлы так само проходят у домов Хойницких, Гречицких, Жлобинских и инших районов. В европейских краинах такая практика истнует давно и она себя уже оправдала. Мы же на этой шляху стали каля 7 годов назад. Але эффект бачный уже сёння. Гэта дозволяет экономить не только бюджетные сродки, а и сродки самих грамадян. Причем рабить гэта золиком усих потребований в безпеке. Ганна Ковалёва, Валерия Гапанько, Телередо, компания Гомель, Будакашалёвский район. Поспяховая я. У Гомелі пройшла бизнес-сустреча деловых жанчин. Каля 50 удельниц мероприемства доведались, где можно отримать консультаційную допомогу и финансовую подтримку для развития своей справы. На сустрече побывала и наша здымочная бригада. Марина Матюха, госпадыня гандлёвой справы. Тяжко поверить, але гэта юная и вытенчинная девчина керую бизнесом уже 10 годов. Уласнага в опыту достаткова, але таке сустрече махчымась отчуть агульную атмосферу у экономичной сферы Беларуси, оценить правильность своих идей и установить новые корыстные контакты. Сейчас очень тяжелая экономическая ситуация, не только в стране, но и в нашем бизнесе, поэтому мы участвуем в таких мероприятиях и надеемся на поддержку. Организатор бизнес-сустрече – один з беларуских банков. Гомель – черговая кропка у деловым маршруте. Ранеце его представники приехали из Минска. Одразу на подшатку я не отзначили, что на дворе у нас больше летняя, атмосфера мероприемства приемная, а деловая активность наших женщин – заездросная. Консультации мастер-класса от профессионалов – это тое, что не перешкодить ни одной, на вот самые удалые и упэненные в своих силах бизнес-леди. За модным словом «консалтинг» пропанова реальные допомоги деловым женщинам рухаться на перот. Дополнительная информация, создание дополнительной бизнес-платформы, где бы они могли обмениваться мнением, где бы они могли заводить контакты. То есть это, в общем-то, концепция вот этого проекта очень правильная. Жанучший бизнес – это частей за все сфера послух. Вытворчасть – на шмат радей. Представники банковских структур отзначают, что бизнес-леди – больше надеяны у питания вертания кредитов. Они сто разов узважат все риски и только потом принимают решения. Тому, например, Банк развития только для женщин пропануя больше лояльные умовы супрацовництва. Мы встречаемся с компанией, мы смотрим на ее потребности. И в каком-то случае мы понимаем, что да, они уже готовы к такому серьезному консалтингу. Мы им готовы помочь тогда. Может быть, для компании еще, допустим, консалтинг – это такой слишком сложный продукт. Может быть, можно обратиться, например, попробовать на курсы сходить. У нас также есть продукт такой онлайн-самодиагностики, где компания может бесплатно пройти, проанализировать свои аспекты и посмотреть, где у нее есть слабые моменты. Недавно сяродделовых женщин нашего региона провели опытание. Оказалось, что у нее просто экономичная ситуация, больше за все они мают потребу, миновата, у консультативной допомозе. И готовы тратить на повышение своей адекватности и час, и гроши. Бо веды в бизнесе – это фундаментальный капитал. У Гомель отбылся выпуск офицеров-воротовальников филиала Университета грамадянской обороны Министерства надзвучайных ситуаций Беларуси. Выпускниками стали 99 курсантов. 60 навучались на дженной форме, 39 – на завочной. По традиции, урочистость проходит на площади Ленина у Гомеля. У программе невеликий концерт, демонстрация аварийно-воротовальной техники, уручение дипломов, развитание со стягом Университета и вальс. Особливость этого выпуска в том, что он первый в истории не так давно створного Университета грамадянской обороны МНС Беларуси. До речи, ВНУ изменила не только назву и структуру, а лей систему подрыхтовки специалистов. Самое главное, что созданием Университета мы создали систему, замкнутый цикл образования в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Выпускники нынешнего Университета, они уже готовились по новым программам. Мы их оптимизировали, эти программы, вместе с оптимизацией Министерства. Больше даем практической составляющей. В 76-й годовине початку Великой Ачинной войны сегодня в Гомеле примирковали проект БРСМ «Открытый диалог». Началось мероприемство с памятной хвилины молчания в знак поваги великому подвигу советского народа. Республиканский проект «Открытый диалог» – это широкая дискуссийная пляцовка. Я надаю махчимость беларуской молоде уздымать самые острые проблемы и задавать хвалюючие вопросы представникам органов УЛАДы, политикам, предпринимальникам и громадским деячам. Тему сустреч охопливают самые разные сферы життя. Сегодня в центре уваги было патриотичное выхование молоде. У открытым диалогу приняли удел представники БРСМ, Коммунистичной партии Беларуси и Громадского объединения Лига Коммунистичной молоде, а так само военно-транспортного факультета Белдута. И они обмерковали махчимые суместные планы работы у патриотичного накерунка. Я более чем уверен, что каждый в этом зале, который сегодня присутствовал, он подчеркнул что-то для себя, нашел какие-то положительные моменты в деятельности союза молодежи, коммунистической партии. А это все, конечно же, развивает любовь к родине и говорит о том, что мы идем в правильном направлении, и наша страна развивается в правильном русле. Палатки, вогнищи и песни под гитару. В Клинцовском районе Бранской области урочисто открыли международный лагерь славянской молоди «Дружба-2017». На протягу трех дней больше 400 удельников будут проживать в полевых умовах, споборничать в спортивных и творческих конкурсах. На открытии лагеря побывала наша здымочная группа. Вадай каждый хоть раз у жизни мару, а в летнем туристичном походе с палатками, вогнищем, сябровской атмосферой и душевными песнями под гитару. Многие удельники международного лагера славянской молоди «Дружба-2017» Звыклые городские пейзажи на мулявничий лесный массив змянили у першиню. Сегодня мы целый час ставили палатку, так что сложности возникли. Но нам в этом отлично помогают наши кураторы, так что проблем пока не возникает. Первый раз в таких военно-полевых условиях, но проблем нет. Лес – это для меня чуждое, больше такой городской человек, но действительно понравилось. Надеюсь, что, может быть, что такое повторю. А вообще, да, как бы, первый раз. Куча эмоций. Да, палатки действительно долго ставили. Если бы не помогли, мы, наверное, до сих пор бы ставили палатку. Команда Гомельской в области – самая шматликая на форуме. Ее представляют 50 человек. Юнаки и девчаты поудельничают у фестиваля молодежных фольклорных коллективов, конкурсе «Славянское пригожение», разностайных спортивных гульнях и инших выпробованиях, которые поддыхтовали организаторы. Никто не утоивая замагаться за перемогу, будут у кожным с поборництвия. Однако головное безумовно умоцование сябровских совезев, у приватности обмен волонтерским вопытом. Командиры наших волонтерских отрядов будут меняться опытом со своими коллегами из России, которые тоже уже давно популяризируют именно тему волонтерства. Я думаю, будет чем поделиться и нашим коллегам, ну и нам есть что рассказать именно по волонтерству. Открытие лагера супало с черговой годовины и початку Великой Айчиной войны. Гэтай теме присвечена особливая увага. Славянские краины мают цягульную хисторию, память и боль. На боевых фронтах за осенешнее мирное небо взмагались и кинули люди розных национальностей. Капсушастная молоть, меломахшимость, жить, вучиться, працовать и сибровать. Национальность не важна, мы вот дружим в постоянном месте практически всегда, везде. Даже всегда мы вместе приехали в одной команде. Россия, Украина, Беларусь. Почему бы нет? Зачем конфликты, зачем? Вот я хочу сказать, что не важно, как сейчас происходит разногласия между нашими странами. Я хочу сказать, что мы дружим что между Россией, что между Белоруссией. Очень близкие, родные, друзья. Это очень хорошо, что у нас создаются такие мероприятия, потому что действительно все близки друг к другу. И это хорошо, что объединяет нас этот праздник. Международный лагерь славянской молоди дружба проходит уже некольки десятков годов. Каждый раз меняется организатор и место проведения. Однако, по слову худельника, у незалежной от Гэтага хочется вертаться знов и знов. Этот совместный проект, который мы сегодня видим и лицезреем вместе с вами, он доказывает лишь то, что нам не нужны границы между нашими молодыми людьми. У нас есть уважение, любовь и патриотизм к нашим странам. У нас есть сегодня уважительное отношение друг к другу. Нужно это только поддерживать и приумножать. Завершится молодежный лагерь у субботу. Однако, его уйдельники разъедутся додому не одразу. С початку яны у гэтаж день примутю делу масштабным фестывале «Славянская одинство-2016» и кипрозе у городе Клинцы. Дмитрий Котов, Настасья Кучинская, Сергей Лукашук. Телерадоя компания «Гомель», Клинцовский район, Бранская область. Гэта и иншая новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. Далее у эфира «Спортивный агляд» с новинами «Спорт» у вас познайомить Максим Савин. Максим Савин.